привет муховязы прошлый раз снимал ролик не очень информативно так скажем получилось поэтому я решил переснять доступными материалами китайскими то есть вот эту вот муху я вязал советского лосана есть старенький запас достать его сейчас просто невозможно я не знаю может где нибудь у кого-нибудь там сохранилось где-то чуть не вот по случаю досталось немножко осталось навязываю начал искать альтернативы вот собственно хочу раскрыть альтернативного материала как эту мушку делать принципе отличается она не очень сильно да практически то есть если не знать так и незаметно отличие ловит она точно ловит уже проверено мужики проверили знакомые то есть альтернативный материал вполне себя оправдывает ну и все поехали ну вот она китайская нитка это цвет такой насыщенный а вот сиреневый лоса то есть по цвету по цвету видно что отличаются как бы темней и по толщине вот эта ниточка и вот китайское сравнение то если распустить на три части то как раз получится то что надо вот она понятно да это сиреневая а это вот зеленая нитка вот китайская нитка а вот советский лоса тоже цвет немножко отличается но очень очень близко просто советский лоса найти нереально у меня со старых запасов там и толщина смотрим вот советский лоса а вот китайский но если распустить на три части то толщина будет подходящая а цвет естественно на сто процентов не совпадает но близко близко мужики делали уже с лоса на нитки на цель из китайской муха работает то есть переживать тут не надо найдете и советский лосан так хорошо вот и как делаю скрутки то есть черная нитка у него уже скручена и черная нитка то есть у меня вся скрутка получается вот какой толщины паньян по сути толще даже чем моя скрутка получается вот если взять мулино нитку то как раз и получится то что надо то попробуем я сейчас много не буду делать вот отрежу на две мухи тут буквально 10 сантиметров красные органзы 10 сантиметров красные органзы 10 сантиметров коричневые органзы 10 сантиметров черного швейного рюликса 10 см черного швейного рюликса Соединяем это все вместе. Вот у нас одна скрутка получилась. Ну и чтобы удобнее нам было, все это будем делать на мухе. Крючок Chinurink 05, черная монтажка, крепим, лишнее обрезаем, яйцеклад Neon Green. Ну и все то же самое, что и стандартные мухи. Крепим Neon Green, формируем яйцеклад. Сформировали. Сформировали. Тут вот тоже есть хитрость. если вот яйциклад вот так вот перекрыть монтажкой то никакой харюс не разобьет далее прикрепляем эти наши четыре нитки получается я обычно по-другому скручиваю на две мушки сделаем так прикрепили так что-то у меня уже а у реликс то есть вот у меня здесь черный реликс красная органза и коричневая органза прикрепили до конца не был прикреплять зажимаем свободный конец в перодержатель вот зажали и скручиваем то есть вот одна скрутка у нас готова теперь добавляем сюда одну ниточку китайского этого черного зеленого лавсана опять же зажимаем в перодержатель и уже скручиваем вот эти вот нитки вот такая вот скруточка получилась ну все доводим до по верху надо пускать доводим до и цикла до нашего под слой сделаем до кабрау рабочий вариант дк браун до самого конца не доводим монтажку обрезали и формируем наше тело такое оно обоюдо конусное должно быть так головка фаер оранж закрепили лишнее обрезали контрольный узелок нитку на отвод а теперь начинаю наматывать нашу скрутку в один слой и как бы вот вот эти вот то что торчат от универно волосики они вот все вот туда управляем то есть они все равно пробиваются даже если слишком плотно уложить ну и все закрепили лишнее обрезали вот видно как дк браун пробивается сквозь под слой этот весь ну и что там органза красная я вот так вот полосочками режу на определенную длину вытаскиваем 3 ниточки вытащили перегибаем так выравниваем чтоб эти кончики были ровненькие и крепим сверху близко-близко к напайке теперь теперь три в одну сторону три в другую сторону хлоп сформировали головочку контрольный узел сделал недавно такую пробочку с резинки воткнул туда проволоку очень удобно ну и все готово мушка вот такая вот она получается ну вот в тисках зажата с советского лавсана а на иголке только что которую смотал то есть в принципе различия особых нету поподробнее хочу показать лайфхак который я сделал то есть я вытащил вот резиновую пробочку ставил туда проволоку она двигается у меня туда-сюда в зависимости от количества лака ну и все лакировать головки лак простой то есть вот пока мушки вяжем пользуемся настраиваю чтоб там опускалась миллиметра два эта иголка все ровное количество лака я беру понизали мушки протерли проволоку закрыли ватную крышку закрыли очень удобно ватную по ближнем покажу здесь что я расплющу и как бы проточку сделать чтобы лак лучше держался ну а пробка обыкновенная резиновая резина на дрели вытащим вырезать сначала потом вытащим чтоб плотно в пузырек вставлялась плотно в пузырек вставлялась